Здравствуйте! Это программа «Днями». Я, Ирина Акулович, сегодня в выпуске. Мы вообще свободны, мы можем радоваться жизни, воспитывать детей. День независимости Беларуси отметили на Могилевщине. Пока мы осознаем себя белорусами и понимаем, что мы независимы и самостоятельное государство, мы будем сильными. Писатель Валерий Казаков про Янку Купалу и не только. Есть пресесо, пресесо. Бобрюск лучший, лучший. Венок дружбы и юбилей особенного города. Вы выучили уже что-нибудь по-китайски? Оно пока только не хао. Могилев дружит с китайским чанша. Шлепки, хлопки – это уже неправильно. Нужно разговаривать, уметь разговаривать, объяснять ребенку вербальным общением. Где грань между наказанием и преступлением против ребенка? Праздники стали главным событием недели. Могилев и Бобруйск отметили свои юбилеи с настроением, ярко и красочно. В эти дни оба города посетили многочисленные гости. Финальный аккорд празднований 3 июля – День независимости Республики Беларусь. Как все это было? Вспомним прямо сейчас. Бобруйск празднует свои 630 лет. Масштабное представление на центральной площади Бобруйска – рассказ про историю и современность этого особенного города. Но больше всех поразила, конечно, танго тракторов «Made in Bobruysk». Бобруйчан и гостей пригласили на улицы Бобруйска. Хорошая еда и прекрасное общение. Мэр Бобруйска прошел по праздничным площадкам в модной белорусской вышиванке. Когда здесь столько людей, приятно с ними вместе пройтись, вместе ощутить праздник, праздник добра, праздник любви города. Поэтому всех горожан с нашим праздником, всем благополучия, любви и радости в нашем городе. Между тем, на площади парад гостей и делегации Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». На него в этом году приехали участники из 24 стран. Вместе с юбилеем города бобруйчане отметили и День независимости – большим концертом, салютом и гимном. Могилеву 750. Областной центр с размахом отметил свой день рождения множеством акций и мероприятий. Во-первых, чистый, красивый город, светящиеся лица людей, какая-то в глазах, понимаете, такой оптимизм, надежда, какая-то радость, наверное, от праздника. Шествие на Первомайской солнечным днем. Здесь было все – от прекрасных дам и детей до байкеров и спортсменов. Здесь очень красиво, ярко, радостно, все счастливые люди. Всем спасибо и с праздником, с юбилеем, родной город. Субботним вечером, несмотря на дождь, на центральной площади Могилева собралось много людей. Под зонтиком, но всем же хотелось увидеть масштабную театрализованную постановку. Большое впечатление произвела премьера 3D-мэппинг-шоу об истории Могилева на стенах Дома Советов. Всего 165 тысяч человек отпраздновали с Могилевым его юбилею, а 3 июля все собрались на площади Славы на большой концерт. Смешение жанров и стилей на сцене, но, кажется, самое большое удовольствие молодежь доставила в выступления известных артистов. Отдыхать, развлекаться и чувствовать, что в этой стране ты нужен, в этой стране тебя любят. Я говорю не про артистов, которые приезжают и делят эту радость, а про людей, которые здесь находятся, которые так принимают и которые так ценят эту страну. Это очень здорово, когда столько много людей объединяются, и видна сила народа, сила страны, когда все люди вместе. Еще одна важная юбилейная дата в истории Беларуси – 7 июля 1882 года. Ровно 135 лет назад родился Янка Купала, классик белорусской литературы, народный поэт БССР. А мы сегодня позвали в студию писателя современного, гость программы «Днями» Валерий Казаков, наш земляк, секретарь правления Союза писателей России. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Добрый день. Ну, давайте все-таки начнем с Купала. Как вы относитесь к Купали и когда последний раз читали? Мне стыдно признаться, но я все-таки в школе. Нет, я не в школе его читал. Я перечитывал его записи, дневниковые записи, потом письма его, они очень интересные письма, особенно ранние письма, когда он только вставал и приходил к своим белорусским истокам. Вообще, знаете, у каждой нации есть свои первоисточники. Я не буду там сравнивать с другими поэтами того времени. Ну, а для Белоруссии Купала и тот же Колос сделали, ну, еще там ряд наших подвижников и земляков, в том числе, и наши Горецкие. Они сделали, ну, ту первичную основу, которая необходима была для становления литературы. А кажется, вы так само пишете на белорусской мове своей верши? На жаль, на жаль, я пишу по-российски, а потом перекладаю на белорусскую мову. Можно и не разумевлять по-белорусски, можно и не писать по-белорусски. Можно на вот укаханье не познаваться, девчонки по-белорусски. А когда ты кончишь свой шлях и прилетешь до Бога, на каком языке ты здесь будешь разумевать? Он тебе же по-белорусски спросит, кто ты? Вот у меня здесь книга «Город, который всегда со мной». Вы его посвятили своему Могилеву. Да. А чем вам вообще Могилев дорог? Дорог ли он вам сегодня? Ну, если я написал эту книжку, естественно, он мне дорог. И вы знаете... Ну, это детство, знаете, детство только всем. Нет, это неправда. За детством идет юность, за юностью идет взросление, потом идет всталость. Ты понимаешь это. И я с Могилевым никогда не терял своих отношений. С Могилева началось и постижение, возвращение меня, можно сказать, на белорусские корни. Все образы, которые во мне жили, это образы мои. Это Горбовича, это Завожание, это Любуша, это Чигиринка. Это целая куча, целый мир. Книжка, кстати, в укор Могилева, сказанная, в Могилеве не востребована. Ее издали только в Минске небольшим тиражом, и она быстро разошлась. Я говорю, давайте я помогу издать Могилева. Ну, как-то раскачать Могилевские читатели. Есть у нас минусы, есть куда двигаться. Да, конечно. Скажите, вот в этой книге у вас есть рассказ о кресте Евросинии, где вы рассказываете свою версию о потере очень важной, знаковой святыни для Белоруссии. И для Могилева это такая таинственная история. Понимаете, как и каждая какая-то сакральная вещь, а безусловно, высший духовный символ и красительный полоцкий, это наша сакральная святыня. И если здесь перестают действовать материальные законы, то она сама по себе возникает, сама по себе пропадает и сама по себе возвращается. То есть вы верите в то, что она вернется? Да, я уверен, что она вернется, и вернется и найдется совершенно в неожиданном месте. Ведь что такое Евросиния? Это целый пласт, это большая-большая-большая, большой столб в небо энергетически. И этот крест нам еще нужно и заслужить, чтобы он к нам вернулся. Почему вы возвращаете Могилеву ценности? Их немало. Ну, вы знаете, не всем же отсюда все переть. Кому-то надо и возвращать. А самое главное, что я ведь не я же один, я не такой состоятельный человек, я не конверсант. Ну, вы находите единомышленников, которые помогают. Я нахожу людей, которые мне помогают в этом. Вот, допустим, мы возвращали, это довольно-таки крупная сумма, мы возвращали статут Великого княжества Литовского, летописную к нему. Кричали, что тут только не говорили, что ли. Мне в Минске говорили, ну, Валерий Николаевич, зачем это? Ну, что вы, вы что, мальчик, что ли? Ну, это самая большая гордость сегодня, которая есть в музее. Это же статут Литовского княжества, а не Белорусского. Я говорю, не было ли Белорусского? Как это не было Белорусского? Поэтому есть время разбрасывать камни, а есть их собирать. А собирать сейчас необходимо, потому что Белоруссия – это последняя незамутметная креница Бога. Но самое интересное, пока мы вместе, пока мы едины, пока мы осознаем себя белорусами и понимаем, что мы независимые, самостоятельное государство, мы будем сильными, здоровыми и красивыми. А красивее людей, чем в Белоруссии, нет. Благодарю вас за интервью. Спасибо. И праздник, и польза. Этот бобруйский вариант отлично сработал в дни юбилея города. На 9-м международном инвестиционном форуме «Мельница успеха» подписали 9 договоров и соглашений на 100 миллионов долларов. Если все сложится, то эти деньги пойдут на создание производств и рабочих мест. Планируются новые объекты общественного питания для автомобилистов, производство безалкогольных напитков в Черикове, строительство фермы в Могилевском районе. Все подробности у Снежаны Крежевич. В областном театре драмы и комедии в Бобруйске Мельпомена на некоторое время уступила место покровителю торговли Гермесу. Здесь принимали участников инвестфорума «Мельница успеха». В этот раз на Могилевщину приехали представители полсотни фирм с трех континентов. Генеральными партнерами форума выступили 26 предприятий и организаций, стремящихся продвигать свой товар на новые рынки и развивать договоренности о сотрудничестве. Но чтобы в следующем году вот так выйти, подписывать договор или соглашение, участникам нынешнего форума надо сейчас выгодно презентовать свою продукцию потенциальным инвесторам и новым потребителям. Так Бобруйск активно сотрудничает с далекой Танзанией. Танзания – сельскохозяйственная страна, но до сих пор много людей используют мотеги. У вас хорошие технологии, и я хочу, чтобы наша страна купила у вас технику. Инвесторам, которые участвуют в создании новых производств, Беларусь предлагает всестороннюю поддержку. Чтобы удержаться в этой сложной конкуренции, в мировой конкуренции, поэтому ваша экономика, ваше правительство очень много вкладывает инвестиций. И это обеспечивает вам возможность реализации ваших продукций. Выставка инноваций и новых технических разработок традиционно собирает много зрителей. Интересуются возможностями использования 3D-технологий, новинками в электронике, робототехнике, протезировании. По окончании форума представители компании будут обзванивать своих потенциальных инвесторов и предлагать новый ассортимент продукции давним партнерам. Всем продукция наша очень нравится. Очень интересовались новинками, которые у нас представлены. С Молдовым и Таргенцем сотрудничаем. Ну и да, для поддержки отношений. Тут тоже была дегустация, обмен информацией. Как оценивают нашу продукцию? Знаете, очень любят наши соки. Она же натуральная, все. Акцент форума сделан на демонстрацию туристического и культурного потенциала Могилевской области. Например, представители активно развивающей туриндустрию Грузии интересуются организацией производственного религиозного туризма. Хозяева инвестфорума рассказывают о своих возможностях и предложениях. У нас очень интересная, у нас частная Кабулетия. Мы вам расскажем все от начала бортничества до последних человеческих методов. Протоколы по развитию дружественных отношений с Бобруйском подписали грузинские Кабулетия и танзанийские Моробора уверены, им есть чем удивить туристов из Беларуси. А в Моробору, как и в городе, повезло. У них тоже свои заповедники, один из крупных, который тоже можно увидеть. В свою очередь Бобруйск ищет инвестора для реконструкции крепости. Насколько эффективными будут эти намерения сотрудничать, уже через год покажет 10-й инвестфорум. Будем рассчитывать и будем ожидать также, что это будет достаточно большое значимое событие, не только для нашей области, но в целом для республики. Будем работать с нашими зарубежными партнерами, чтобы они также приняли участие и обязательно не только посетили и увидели наши культурные возможности, но и обязательно, чтобы были достигнуты какие-то определенные экономические отношения. Благосклонность же покровителя торговли Гермеса будет зависеть от разумности и убедительности самих участников инвестиционного форума. Китай – один из ключевых партнеров Могилевщины. Областной центр и город Чанша хотят сотрудничать с выгодой для обеих сторон. Речь уже идет о фабрике для расфасовки китайского чая и поставках молочной продукции в далекую провинцию Хунань. В областном центре прошла региональная белорусско-китайская бизнес-встреча. Это была Могилевская часть Бобруйского инвестфорума. Соглашение о строительстве восьми домов подписали в Могилеве. Финансировать проект будет провинция Хунань, с которой наш регион связывают дружеские отношения. В коттеджах будут жить многодетные семьи. Кроме того, в Китай в августе отправится поезд с белорусской продукцией. В этом году экспорт в Китай Могилевская область увеличила более чем в шесть раз. Взаимный товарооборот растет за четыре месяца почти на треть. Поэтому экономическое сотрудничество с китайцами в приоритете. Выставка товаров из города Чаньша произвела впечатление на Могилевчан. 14 предприятий представили более сотни видов товаров. Чаньша и Хунань известны как чайная страна. Говорят, именно зеленый чай помогает китайцам чувствовать себя молодыми. Его уже можно купить и в России, и в Украине. Теперь китайцы думают о Белоруссии и Могилеве. Вы хотите просто сюда заводить сырье, здесь делать транспасовку и так далее. И потом уже седем с мамой керамизации. Да, я хотел бы, чтобы это вы делали у нас, мы готовы. У нас огромные возможности по сотрудничеству, считает заместитель председателя партийного комитета города Чаньша. У китайцев чай и фарфор, а у белорусов продовольствие. Прежде всего мясо и молоко. Предварительная договоренность по чайной фабрике уже есть. В части того, чтобы создавать здесь совместное производство и исключать понятие импорт из Китая, мы готовы быть производителями здесь, на китайских технологиях, с участием китайского капитала. В региональной белорусско-китайской встрече участвовала представительная делегация провинции Хунань. Нужно признать, что Могилев и Чаньша несоизмеримы. Хотя бы потому, что в агломерации Чаньша живет более 7 миллионов человек, а иностранные инвестиции в их экономику более миллиарда долларов в год. Аэропорт входит в сотню самых крупных на планете. Но именно в Чаньша работает компания «Зум Леон», которая имеет совместное производство с нашим трансмашем. Наши дружбы с китайцами, я считаю, что дорогого стоит, и мы развиваемся в нужном направлении. Потому что Китай – это серьезная супердержава, которая, мы знаем, практически уже первая экономика в мире. Спасибо вам большое. Вы выучили уже что-нибудь по-китайски? Ну, пока только не хао. Могилев и Чаньша подписали соглашение о дружбе и торгово-экономическом сотрудничестве. Гости разделили с могилевчанами празднование юбилея города. И, как известно, подарили белорусским друзьям фейерверк – получасовой и музыкальный, ведь Чаньша – это китайская столица фейерверков. Праздничные картинки сменяются рабочим настроением. Про то, как важно сиять не только в празднике, нам напомнила Коко Шанель. Француженка, которая совершила революцию в моде. В ответ на вечное женское «нечего надеть» она создала маленькое черное платье. А женская сумочка на цепочке обязана своим появлением на свет тому, что Коко постоянно теряла радикюли. Она следовала принципу роскошной простоты и в одежде, и в жизни. И на ее надгробии, кстати, пять небольших, но стильных львиных голов. Коко Шанель считала, роскошь – это когда изнанка так же красива, как и лицо. Могилевский областной суд вынес приговор могилевчанину за избиение и убийство годовалого сына. 17 лет лишения свободы. А скоро в суде окажется еще одно подобное уголовное дело об избиении четырехлетней девочки, которая умерла в больнице. Откуда такая жестокость? Готов ли сегодня закон защитить детей в том числе иногда и от родителей? И где грань между наказанием ребенка и преступлением против него? Все узнала наш корреспондент Наталья Ильинич. Эта трагедия шокировала могилевчан. 30 ноября прошлого года житель областного центра убил своего годовалого сына. Тогда многие говорили, что трагедию можно было предотвратить. Ведь в квартире часто плакал ребенок, и этого не могли не слышать соседи. Да и медики, которые каждый месяц посещают малышей до года, почему-то не заметили на теле младенца побои. В ходе исследования были выявлены множественные телесные повреждения в виде ссадин, кровоподтеков, черепно-мозговой травмы, травмы грудной клетки, сопровождавшиеся кровоизлияниями, мягкие ткани, подмозговые оболочки, переломами ребер. Эксперты сделали вывод, что малыша систематически избивали. Через полгода суд в Могилевской области вынес приговор отцу убийцы. Валенкова Александра Викторовича признать виновным в умышленно-противоправном лишении жизни другого человека убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенным с особой жестокостью, и на основании пунктов 2.6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначить ему 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии в условиях усиленного режима. Свои действия мужчина связал со злостью, бил ребенка за то, что тот плакал. Накопившийся, так сказать, осадок, то есть то, что он единственный, в общем-то, кто воспитывал детей, смотрел за ними, присматривал. Жены на данный момент дома не было, несколько суток. Злость, раздражение были причиной и других преступлений против детей. Весной этого года в деревне Амхавая отчим до смерти избил 4-летнюю девочку. А осенью 2012-го такая же история произошла с 9-месячным ребенком. А когда произвели вскрытие данного ребенка, то в пищеварительной системе не было обнаружено и грамма продуктов питания. Это говорит о том, что ребенка не кормили более суток. Во многих странах мира родители, которые осмеливаются поднять руку на ребенка, скажем, шлепнуть по попе, будут тут же доставлены в полицию. Ребенка могут сразу забрать. Это прописано в законе. У нас это не прописано, но причинять телесные повреждения детям, как и взрослым, это нельзя по закону. Телесные повреждения. Телесные повреждения – это и побои. Если правоохранители установят, что с ребенком дома обращаются жестоко, они начинают принимать меры. Как минимум, его изымуты семье при необходимости и вовсе заведут уголовное дело. В Могилеве и Бобруйске при кризисных центрах созданы специальные комнаты опроса. Здесь с детьми, которые были подвержены физическому или сексуальному насилию, беседуют психологи. Вот эти куклы для тех малышей, которые не могут сказать, но могут показать, как их унижали. Дети стесняются, детям стыдно, рассказывают. Драматические случаи, когда детям приходится рассказывать о своих родителях, насильниках. Только в этом году в кризисном центре Могилева помощь получили 110 детей из 45 семей. Шлепать – это уже как понятие, ну, скажем, теоретическое понятие домашнего насилия. Шлепки, хлопки – это уже неправильно. Нужно разговаривать, уметь разговаривать, объяснять ребенку вербальным общением. Но закон всегда на стороне ребенка, и о своих правах детям говорят и в детском саду, и в школе – учителя, психологи и социальные педагоги. Их цель – научить детей не бояться обращаться за помощью, если их обижают, ведь беду проще предотвратить. Купаль – один из самых красивых народных праздников. В его обрядах тесно сплелись древнеязыческие христианские традиции. Как известно, в ночь с 6 на 7 июля нужно искать папороть-кветку, которая зацветает раз в год. Кто ее найдет, обретет способность видеть скрытые сокровища и даже будущее. В Купальскую ночь в Чаусах Кристина Каранкевич пыталась заглянуть в будущее. Конечно же, нас ждет только хорошее будущее, потому что у нас все мысли только позитивны. Мысли только о хорошем будущем закладывают девушки в свой купальский венок. Считается, что в него нужно вплести свою счастливую судьбу. В Чаусах на реке Бася Купалья празднуют каждый год. Спусканием по воде венков, играми и костром. И здесь собирается много народа, ведь каждый надеется найти свое сокровище в Купальскую ночь. Молодога, ты малойца, ты малойца, молодога, молодога. Будете запускать свой венок? Конечно. О чем будете думать? О суженном, ряженном. Белорусское богатство в любви, в труде. В семье. В людях, мне кажется, в людях белорусских. Да, да. Чтобы заглянуть в будущее, девушки гадают. Лети, лети, веночек, лови, лови, дружочек. Куда поплывет, в ту сторону и замуж идти. Венок – это еще и самые заветные мечты. Чтобы они исполнились, венок должен уплыть далеко по течению реки. Я надеюсь, что мои мечты скоро станут реальностью. И, конечно, непременно нужно водить хороводы вокруг костра. Его делают большим, потому что купальский костер символизирует очищение и привлекает удачу. Очень хорошо, традиции забывать нельзя. Мы вообще с Владивостока приехали. Очень понравилось. Песни, пляски, вот этот костер. Все такое волнительное. Даже как-то в детство окунаешься. Чтобы попарно было. А ровно в полночь, по легенде, мерцающим огоньком зацветает папороть-кветка. За ней отправляются самые смелые. Мы же уверены, если очень чего-то хотеть, стремиться, жить, работать, то все мечты о хорошем будущем обязательно исполнятся. И напоследок про Александрию. По традиции, в начале июля на Ашкловщине на живописном берегу Днепра Александрия собирают друзей. В этом году праздник превратился в международный фестиваль с участием прибалтийских стран Польши и Германии. Ремесленники из Беларуси, России и Украины представляют здесь свои лучшие изделия. А еще конкурс купальских линков, праздничная концертная программа, парад фейерверков, эстрадно-цирковое шоу и даже этнодискотека. А поиск цветущего папоротника в соответствии с духом времени превратился в молодежный квест. Жить в дружбе – таков смысл летнего праздника. Берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире. Продолжение следует...